Самое доброе утро! Самые позитивные в стране Европейского Союза! Латвия, привет! Просыпаемся! Сегодня у меня в очередной раз к тебе будет просьба. Все дело в том, что добрые люди собирают подписи на ManoBaltz. Для чего эти подписи? Как обычно, за остановку мусоросжигательного завода. Напомним, что мусоросжигательный завод это шоу, которое придумали структуры господина Щелла. Их фишка в следующем – тащить сюда мусор со всей Европы, сжигать, зарабатывать на этом деньги и отравлять нашу экологию Латвии. А для всего мирового сообщества из Латвии сделать помойку. Это если коротко. Но если законно, то, конечно, мусор сюда везти нельзя, а можно везти только сырье. То есть, если мусор ты сортируешь, то он становится уже не мусором, а сырьем. Если еще более честно, то вот эти горы мусора, которые растут, они и вовсе не наша история. Это то, что нам сюда тащат из-за границы. Помните, когда в Юрмале горела гигантская свалка, там сотни тысяч тонн мусора, и никто даже не понял, откуда он здесь появился в Латвии. Помните эту историю? Можем посмотреть, сколько тонн, 161, если не ошибаюсь, у нас было в планах захоронить на территории Латвии. Теперь эта цифра удвоена. Количество населения убывает, а количество мусора прибавляется. Важно понимать, что кто-то хочет заработать на том, чтобы из нашей страны делать свалку. Понимаешь? Это надо остановить. Огромная просьба к тебе. Я не знаю, куда упала ваша активность, ребята. Я приложу ссылочку на Manus Balls. Нужно самому зайти и попросить всех своих близких. Если не сложно, передай, пожалуйста, это видео. Дело в том, что нам надо сейчас 10 тысяч подписей, а всего 5 собралось. Очень как-то вяло текуще это все собирается. Раньше мы легко 50 тысяч собирали, а сейчас несчастных 10 не можем собрать. Я полагаю, что везде блоки и такие видео, как это, не дают распространять. Поэтому люди тупо не знают об этом. Поэтому, пожалуйста, пошли двум своим знакомым это видео и попроси их подписаться на Manus Balls. Не хватает 4700 подписей. Надо сделать как можно быстрее. Для чего? Для того, чтобы в Сайме законодательно закрепили, что мусоросжигательные заводы, экогенерационные станции и прочую вот эту вот ересь, нельзя строить ближе, чем 5 километров от жилого дома. От жилого дома. Если проживает в этом поселке хотя бы тысячи человек. Для чего это нужно? Потому что научным путем было выяснено, что если такой закон будет придуман, то в принципе у них нет шансов для того, чтобы из Латвии делать помойку. Это значительно ограничит их действия. Поэтому, пожалуйста, заскочи по ссылочке, передай всем своим знакомым и подпишись. Дальше ты должен понимать, что нет ни одной политической силы и политической партии, которая бы не мечтала из Латвии превратить в мусорку. Почему? Потому что все политики понимают, что они сволочи прожженные, и они долго не продержатся на своем посту. И за короткий срок, пока их партия хоть имеет какие-то рейтинги, их единственная задача обеспечить будущее своих и своих детей. И желательно где-нибудь за пределами Латвии. Вот у любой политической партии. Вот вчера я тоже вступал в диалог с такой депутатом. И я сказал буквально следующее. Уважаемые депутаты всех партий. Мы собрали 50 тысяч подписей о том, что у нас не будет мусоросжигательного завода. Вы со своими партиями, со своими сторонниками-избирателями соберите, пожалуйста, 51 тысячу о том, что нам нужны мусоросжигательные заводы на территории Латвии. Если вы, уважаемые депутаты, говорите, что это там регулы Европейского Союза, и что на Латвию давят, и еще что-то, для чего мы вас избирали? Мы избирали вас для того, чтобы вы решали эти проблемы. Решайте эти проблемы, а не перекидывайте их на наши плечи. Именно для этого вы там сидите, и именно поэтому вы получаете такую гигантскую зарплату. Решайте свои проблемы сами, без нас. Любой, кто полезет в эту историю и будет помогать господину Сичелы, должен понимать, что он будет политический труп. Мало того, что он будет политический труп, волонтеров здесь миллион. Потом лично за те, кто вы подписывали, за эту хренотень, возьмемся и посмотрим, на чем вы сделали свое состояние. У нас это уже получалось делать. Из этих 50 тысяч человек, которые подписались, есть водители фур, которые возят этот мусор сюда. И они знают, откуда его берут, как его здесь провозят и где его захоранивают. Никаких проблем нету доказать это. Сколько сотрудников той же самой Рижской или других дум. Это простые люди, которым надоело просто, что из нашей Латвии делают помойку. Просто надоело. Независимо, на каких языках они говорят. Поэтому, уважаемые депутаты, поверьте мне, если в ваших больных головах эта идея сделать из нашей страны помойку, она не выветрится, я думаю, вам не поздоровится. А всем остальным, по-прежнему хочу сказать, что Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. И эти 10 тысяч мы наберем буквально в эти выходные. Я прям почему-то вас верю. Ссылочка внизу под описанием. Забегаем и голосуем. Это нужно и для нас, и для нашей Латвии, и для наших детей. Всем пока.